Всем привет, вы на канале СуперКит. Недавно я собрался в гости к человеку, у которого нет проводного инета, так как он живет не в городе, и решил захватить ему последние фильмы, которые у меня были. Естественно, для этой цели решил воспользоваться флешкой. Флешек у меня достаточно, есть разного объема, но в этот раз я очень сильно обратил внимание на параметр скорости записи. Просто, когда скидываешь пару файлов по 1 мегабайту, то не замечаешь это сильно, а когда понадобилось записать 16 гиговую флешку полностью, а это более 14 гигабайт после создания файловой системы и форматирования, то скорость записи невозможно не заметить. Ну и чтобы не быть голословным, давайте я покажу, что я имею ввиду. Начну с теста флешки Transcend 2 гигабайта. Сейчас можно видеть тест скоростей, чтения и записи. Теперь Transcend 8 гигабайт. Эта флешка поддерживает USB 3.0, что сразу видно по скорости чтения, но тем не менее скорость записи просто дно. Следующая это Kingston на 16 гигабайт. Как для USB 2.0 очень неплохая скорость. Напомню, что максимальная скорость USB 2.0 в теории 60 мегабайт в секунду. На практике больше 40 я не видел. Но, как видно, запись также не впечатлила. Последняя флешка Team, также на 16 гигабайт и теперь ее тест. Если учесть, что скорость 6 мегабайт в секунду, то время записи 6 гигабайт будет около 1000 секунд, что есть 16 минут и 40 секунд. И это только 6 гигабайт, а нужно заполнить как можно больше, то есть фактически в 2,5 раза больше. Итого 16 гигабайт будет записываться почти 42 минуты. Это просто нереально, особенно если учесть, что вспоминаешь об этом почти перед выходом. Именно такое событие подтолкнуло меня окончательно к решению, что дальше так жить нельзя, и имея 50 мм МСАТО SSD диск, я решил заказать к нему внешний карман, который по сути сделает из него очень быструю флешку. Заказал пару штук, посмотрю какой больше понравится. Отличие у них только в том, что у одного разъем припаян в виде папа, а второй мама, и поэтому ко второму полагается небольшой кабель. Плюсы есть у обоих. У первого не нужно носить ничего дополнительно, штекер уже есть, все готово к использованию. С другой стороны, если у ноутбука или компа USB порты находятся очень близко, то чтобы не перекрывать второй USB порт, удобнее подключать через провод. И в этом плюс второго кармана. Контроллеры у обоих карманов одинаковы. И кроме подключения стандартного 50 мм МСАТО SSD диска в карманах, предусмотрены крепления и подполовинчатый 30 мм МСАТО SSD диск. Предлагаю затестить скорость работы SSD. Начнем с того, что с проводом. Кстати, можно подключить кабель USB и microUSB 2.0. Карман также будет работать, но со скоростями USB 2.0. Скорость записи заметно ниже, потому что мой МСАТО SSD очень древний и маленький по емкости, всего 24 гигабайта. И больше просто не умеет. Если вставить более скоростной и емкий, то запись не будет отставать от чтения. Как говорится, найдите два отличия. Теперь тест в другом кармане и, как видно, разницы нет, что и не удивительно. Ведь на практике более 250 МБ в секунду не так и просто выжать с USB 3.0 порта, несмотря на то, что в теории заявлено в два раза больше. Также, как известно, USB порты обратно совместимы. И давайте посмотрим, что такое SSD даст при подключении в порт USB 2.0. Не фонтан в сравнении с USB 3.0, но и флешки рядом не ночевали. Также хотелось бы еще пройтись по объемным файлам, ну тем, которые более 4 гигабайт. Ходит легенда, что NTFS крайне негативно влияет на износ флеш-памяти флешек, поэтому нежелательно использовать такую файловую систему для флешки постоянно, а XFAT может быть не принято каким-нибудь устройством, к которому подключаете флешку. И тем не менее, форматирую флешку в NTFS и пробуем записать файл. Файловая система NTFS почти сразу показывает на флешке, что файл записан, а по факту файл продолжает записываться и самое главное, что в таком случае невозможно понять реальный остаток времени и стоит ли ждать окончания или процесс записи просто завис. С получившимся USB 3.0 в внешнем SSD все намного проще, да и SSD гораздо лучше адаптирован к работе с NTFS. Флешки же с такой скоростью записи удобно использовать не для переноса информации, а в качестве накопителя. Например, один раз записать музыку и использовать в магнитоле машины, особенно флешку Team. Также можно использовать в качестве установочной флешки, если занимаетесь настройкой компов. В общем, кому как, а для переноса больших файлов мне теперь интересен внешний SSD. Все-таки ждать по 40 с лишним минут, пока запишется информация, как-то не очень тянет. Кто-то скажет, зачем такие трудности, типа пойди и купи быструю флешку такой емкости. Но коллеги, где у флешек такие скорости и сколько такие флешки стоят? И если габариты малоемких флешек меньше, хотя я не считаю это принципиальным, так как любое из этих устройств поместится где угодно, то погуглите размеры флешек на 500 гигабайт или 1 терабайт. Такие есть и их размеры как бы не больше получившегося внешнего SSD. А если вставить в карман SSD на 1 терабайт, то цена такого внешнего SSD будет в 2 или 3 раза ниже, чем у флешки на 1 терабайт. И это тоже очень важный факт. Ссылки будут в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 3 3 32